У многих людей при слове «косторка» возникают весьма неоднозначные чувства. Кто-то считает его чудо-средством, а у кого-то странный и специфический его вкус вызывает в памяти малоприятные воспоминания из детства. Однако, насколько же удивляются те, кто узнает, на что действительно это средство способно, если его правильно использовать. При желании, косторовое масло заменит вам целый арсенал не только косметических средств. Но обо всем по порядку. Еще 50 лет назад косторовому маслу приписывали способность лечить все недуги. От запоров и расстройств желудка до кашля и высокой температуры. Косторовое масло пили, делали из него компрессы и клизмы, наносили на кожу тела и головы. В любом случае, косторовое масло привлекает внимание людей на протяжении более 4000 лет. В состав косторового масла входит до 90% рициноленовой кислоты, а также олеиновая, линолевая, линоленовая, пальмитиновая и стеариновые кислоты. Все эти вещества представляют собой уникальный коктейль жирных кислот, таких как омега-9, омега-6, омега-3, а также витамина Е. Чем же полезно косторовое масло и как можно использовать это чудодейственное средство? Обеспечивает блеск волос. Прежде чем мыть голову, налейте в ладонь немного косторового масла и тщательно вотрите средство в кожу головы и волосы. Выдержите эту маску в течение 30 минут, после чего смойте ее с использованием шампуня. Для усиления эффекта после процедуры ополосните волосы отваром ромашки. Восстанавливает ресницы. Нанесите перед сном немного теплого косторового масла на ресницы с помощью щеточки. Подождите пару минут, затем промокните их салфеткой. На утро тщательно умойте лицо теплой водой. Для более выраженного эффекта повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю. Делает брови густыми. За 2-3 часа до сна опустите ватную палочку или щеточку для бровей в масло. Уберите излишки. А потом легкими движениями нанесите на брови. Равномерно распределите масло от переносицы к вискам и оставьте на пару минут. Когда масло впитается, смойте остатки водой. Увлажняет и питает кожу. В данном случае все достаточно просто. Небольшое количество кастрового масла нанести на кожу, требующую ухода, и легкими массирующими движениями втирать до полного впитывания. Смывать средство после этого не обязательно, а чтобы оно лучше впиталось, проводить процедуру лучше всего перед сном. Помогает в борьбе с угревой сыпью. Вымойте и тщательно высушите кожу. Затем возьмите каплю кастрового масла на ватный тампон и нанесите его на поврежденные участки кожи. Не смывайте, оставьте до полного впитывания. Рекомендуется повторять такую процедуру не чаще двух раз в неделю. Ускоряет заживление ран. Два раза в день накладывайте компрессы на поврежденные участки кожи. Царапины, порезы, раны, синяки и гематомы. Чтобы приготовить компресс, необходимо нагреть 50-100 мл кастрового масла и тщательно пропитать им бинт или вату. Затем наложить и оставить на 1-3 часа, в зависимости от степени поражения. Затем уберите компресс и аккуратно промойте проблемный участок. Устраняет воспаление. В борьбе с воспалительными процессами кастровое масло следует наносить тонким слоем на поврежденные участки 2-3 раза в течение дня и оставлять до полного впитывания. Питает потрескавшиеся губы. Кастровое масло наносится на кончики пальцев и аккуратно распределяется по потрескавшимся губам. Смывать его не нужно, необходимо, чтобы средство полностью впиталось. А перед сном желательно смешать масло с лимонным соком и глицерином в равных пропорциях и полученным составом обработать губы, оставив его на ночь. Утром губы следует протереть ватным тампоном, смоченным в теплой воде. Очищение пищеварительной системы. Чтобы очистить кишечник, необходимо принимать внутрь 1-2 столовые ложки кастрового масла для взрослых и 1 чайную ложку детям до 12 лет. Надежное и мягкое слабительное средство начинает действовать в течение 2 часов после приема. Облегчает мышечные и суставные боли. В проблемные места, такие как суставы, растяжения, пораженные подагрой и ревматизмом участки, следует втирать кастровое масло с приложением силы, но при этом не причиняя боли и дискомфорта. В вечернее время эффективным будет компресс. Смочите бинт в 50-100 мл. подогретого кастрового масла. Положите на проблемную зону и держите 1-3 часа, не более. Устранение мозолей и натоптышей. Смажьте поврежденные участки стоп кастровым маслом и массажными движениями распределите его равномерно. Затем наденьте носки и ложитесь спать. За ночь масло полностью впитается и начнет действовать. Утром смывать его не нужно. Эту процедуру следует проводить ежедневно не менее недели подряд. Осветляет веснушки. С помощью ватного тампона нанесите кастровое масло на область веснушек и оставьте до полного впитывания. Не повторяйте процедуру слишком часто. Достаточно двух раз в неделю. Кроме того, можно использовать различные маски. Столовую ложку тертого яблока. Можно использовать огурец, сырой картофель, кефир. Перемешайте с чайной ложкой кастрового масла. Полученную смесь нанесите на лицо. Спустя 15-20 минут смойте маску теплой водой. При очень сухой коже вместо кефира и фруктов целесообразно использовать жирный творог или сметану. Борьба с возрастными морщинами вокруг глаз. В равных частях соединить кастровое масло, оливковое масло и масло зародышей пшеницы. Также можно использовать персиковое масло, миндальное, масло виноградных косточек. Смесь следует слегка подогреть на водяной бане и, распределив ее на подушечках пальцев, легкими массирующими движениями нанести по массажным линиям вокруг глаз. Остатки масла удалить салфеткой. Против перхоти. Следует смешать две столовые ложки кастрового масла с двумя столовыми ложками отвара календулы и полученную теплую смесь втереть в кожу головы. При этом можно использовать полиэтиленовую и утепляющую шапочку. Через 30 минут маску необходимо смыть, используя шампунь. Против выпадения волос. Смешайте две столовые ложки кастрового масла с тем же объемом только что отжатого лукового сока и хорошенько вотрите в корни волос. Накройте голову сверху пленкой, создайте утепляющую шапочку и оставьте на один час. Затем смойте с применением шампуня. Перед применением этой маски необходимо убедиться, что она не раздражает кожу головы. Из недостатков возможен неприятный запах лука. Устранить его можно, если ополоснуть волосы водой с лимонным соком и с добавлением эфирных масел. Бородавки и другие кожные заболевания. Для достижения эффективного результата кастровое масло следует смешать с мятным эфирным маслом в пропорции один к одному. Средством смочить ватный диск и прикладывать его к поврежденным участкам на 10 минут. Делайте это каждый день в течение двух недель, и результат будет налицо. В заключении стоит сказать, что любой рецепт с кастровым маслом дает наилучший результат при правильном применении. Запаситесь терпением, средством и подходите к его использованию системно. Ну а мы обращаемся к вам с просьбой написать в комментариях свое мнение и опыт по использованию кастрового масла. А мы желаем вам крепкого здоровья и хорошего продуктивного дня!